Девчонки, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам 10 фактов обо мне, которых вы не знали, если вам, конечно, это интересно. Ну и первый такой факт, это факт из моей молодости, юности, в общем, из детства. Я не любила в детстве своё имя. Моё имя Полина, я его очень не любила из-за того, что у всех были современные имена, были такие вот, как Карина, я не знаю, там, Екатерина, Анастасия, Елена, какие-то такие вот имена, которые звучат очень красиво. У меня обычное имя Полина в полном произношении, моё имя Аполлинария, и мне это тоже не очень нравилось, но когда мне уже исполнилось, не знаю, лет 13, наверное, 12, я своё имя полюбила. Мне оно нравилось за счёт того, что оно очень индивидуальное, редкое, но прошло буквально 2-3 года, и всё изменилось. Этим именем стали называть маленьких деток. Такой факт обо мне, это то, что я после школы, после окончания школы, мне было 18 лет, я хотела пойти в армию. Это, конечно, странно звучит, но я хочу вам сказать, что я в детстве такая всегда была. Мне нравились профессии мужские. И объясню почему. Потому что всегда мужчины у нас говорят, что женщина это не сможет, женщина этого добиться не сможет, того добиться не сможет, она не сделает это. Женщины не могут того, что могут мужчины. И меня это всегда, может быть, это как-то феминистично звучит, но меня это как-то всегда бесило. Как это так? Женщина не сможет. И вот как-то из детства так всё пошло. Более больше всего в детстве я общалась с папой, именно с папой. Всегда как-то ремонтировали машину, мотоциклы. В общем, я всё время была с ним. Вот я думаю, в принципе, это как-то и отразилось на моём характере. Поэтому я после окончания школы захотела в армию. Я не представляла, что такое наша армия, потому что, я думаю, насмотрелось много фильмов, там, солдат Джейн, какие-то такие вот смешные комедии про американскую армию. И меня это как-то подбадривало. Но наша армия совсем другая. Чтобы женщине попасть в армию, нужно отучиться 5-6 лет в университете, в военном институте, либо в университете. Затем ты попадаешь в армию, ты там служишь либо каким-либо врачом, либо каким-то, я не знаю, тем же бухгалтером. Нет такой подготовки. Ты не находишься на полигонах, ты не стреляешь, ничего такого ты не делаешь. Ты просто занимаешься бумажной сидячей работой. Вот и все. А меня это не устраивало, тем более меня так не взяли просто. Поэтому и в институте я учиться не хотела в военном. То, что мне предлагали, мне не понравилось. И я эту идею забросила, хотя очень-очень сильно хотела. И третий факт. Это также корни, можно сказать, из детства. Я сериала киноман, в общем, или киносериала ман. В общем, я очень люблю всякие фильмы, сериалы, особенно комедии, какие-то ужастики, приключения. Какие-то такие сериалы и фильмы, которые тебя подбадривают, тебя как-то мотивируют, которые оставляют после своего просмотра какое-то настроение. Настроение, с которым ты хочешь делать что-то, ты всё время хочешь двигаться, что-то начать новое. В общем, куча мыслей у тебя. Поэтому я очень люблю всякие такие фильмы, сериалы. Я очень много всего пересмотрела. А также, как и в детстве, я очень любила всякие сериалы. Там, вот, Баффи я смотрела. Это тоже был такой знаменитый сериал. Всякие фильмы тоже про зомби, вампиров. И что хочу сказать, это также факт, но я думаю, отнести его именно к третьему факту тоже. Сейчас я не смотрю ни фильмы, ни сериалы с вампирами и зомби, потому что мне это уже вот здесь. Эта тема очень уже, можно сказать, её обсосали, высосали уже всё, что можно. Поэтому неинтересно уже, ничего нового не придумывается. Что-то новое можно увидеть только в сериале «Сверхъестественное». что-то такое, вот, новизну какую-то, которая тебя впечатляет и оставляет эти впечатления надолго. Ты, бывает, после просмотра какой-то серии очередной, остаёшься под впечатлением. Вот такой вот третий факт обо мне. И четвёртый факт обо мне — это факт, что я педант. Вот, я такой человек, который любит всё, чтобы лежало на своих местах. Я к каждому какому-то вопросу отношусь с таким вот трепетом, чтобы всё было по полочкам, чтобы, если касаемо какого-либо вопроса, либо дела, я задаю много вопросов для того, чтобы понять, как это лучше сделать, чтобы не наделать ошибок. В общем, я перед тем, как что-то сделать, подумаю 250 раз. И если я уже что-то сделала, к примеру, вот по дому, то это должно быть идеально. Если это не идеально, то я буду это переделывать по 250 раз. У меня бывает такое. Конечно, не всегда я, бывает, могу забить на это дело, я могу не делать что-то. Вот, к примеру, можно сказать, сейчас у меня стоит гора посуды, но, сняв это видео, я просто пойду и, конечно же, сделаю это, потому что я просто не могу оставить это без наказанной, можно так сказать. Я не люблю, когда какие-то вещи лежат не на своих местах. У нас дома, так же, как у меня на работе, именно в мою смену всё должно быть так, как я хочу, как я это хочу видеть. Поэтому некоторых людей я уверена, и я даже это вижу, что некоторых людей это очень бесит. Некоторые люди просто начинают нервы свои показывать, из-за этого все начинают как-то реагировать, в общем, нервозно на это. Кто-то смеётся, кто-то шутит на эту тему. Но вот я такая, даже мой парень иногда просто меня не понимает, хотя отчасти он такой же самый. Так что вот такой вот четвёртый факт. Пятый факт обо мне — это то, что я имею своё мнение. Конечно же, любой человек имеет своё мнение, но я при этом высказываю всегда своё мнение. Есть люди, которые, обсуждая какую-либо тему, они хотят, чтобы их поддержали тем же мнением, которое они имеют сами. Поэтому, когда я общаюсь с такими людьми, и я высказываю свою точку зрения, я имею своё мнение и при этом его высказываю, людей это шокирует как так, особенно если люди по рангу выше, чем вы. Это касаемо начальников, каких-то там родственников, от которых, к примеру, вы зависите, друзей влиятельных. И не всем это нравится. Зачастую у меня из-за этого проблемы. Люди, многие не любят меня, и многие также не понимают. Потому что есть такие темы, даже мелочные, в которых многие мне говорят, можно было бы согласиться и просто не спорить. Но я считаю совсем по-другому. Если я что-то знаю об этой теме, я могу поспорить, почему бы и нет. Конечно, не до таких каких-то криков, оров и драк, а именно просто высказав свою точку зрения и добавив к этому всему какие-то аргументы, которые весомые. И они могут перечеркнуть всё, что говорил до этого другой человек. И поэтому многие вот так вот как-то критично реагируют. Многие со мной не общаются поэтому на какие-то темы, либо вообще не общаются. Я не страдаю от этого. У меня есть люди, которые меня понимают, которые такие же, как и я, которые любят больше правду, не любят лизать чужой зад. Вот такой вот очередной факт обо мне. Я не люблю, когда меня заставляют что-либо делать против моей воли, либо приказывают. Вот, к примеру, у меня есть на работе человек, ну, соответственно, моё начальство непосредственно, который просто не может относиться к людям нормально. Он хочет показать, что он главный, он хочет доминировать над людьми, над подчинёнными, при этом не блистая умом и не быть тем человеком, который может быть для тебя примером, которого ты можешь, в принципе, послушать и прислушаться иной раз. Поэтому, если такие люди приказывают мне либо заставляют делать что-то меня против моей воли, опять же, у меня есть куча аргументов, после которых они просто не знают, что сказать. И самое главное, что я даже если и поведусь на это всё, я сделаю либо по-своему, либо не сделаю назло. Вот, у меня есть такая черта, я не знаю, почему. Ну, я думаю, у многих есть такое. И это у меня также и с детства, потому что я в детстве тоже была упёртая такая. Мне не навяжешь своего мнения. Даже когда в детстве меня мама с папой что-то заставляли делать, я всё равно назло не делала, хотя знаю, что нужно это сделать. Но я, допустим, не делаю это вот сейчас, когда мне сказали, а сделаю через час, либо на следующий день. Вот такая вот я, я делаю какие-либо вещи, касаемо работы и всего остального, если это возможно, конечно, по мере возможностей, по мере того, как я это хочу сделать, и я понимаю, что это нужно сделать. Если это какие-то вопросы, какие-то приказы, моменты, которые не имеют какого-либо весомого значения, можно сделать их и через месяц, или вообще не делать, я не сделаю, просто вот не сделаю. Будут у меня после этого проблемы, также меня начальство из-за этого не любит, многие сотрудники не любят, но при этом я всё равно остаюсь сама собой. Я живу не для того, чтобы всем нравиться и под всех подстраиваться, я живу своей жизнью. Поэтому я вот такая вот... Седьмой факт обо мне, это то, что я не очень люблю готовить, вообще возиться на кухне, особенно, ну, конечно, если я одна, допустим, я люблю, когда находится кто-то со мной рядом, не всегда это возможно, потому что парень часто работает, у подружек своей семьи, свои детки есть, и никто не будет бежать по первому зову, когда мне нужно помыть посуду, либо просто приготовить что-либо покушать, для того, чтобы посидеть на кухне со мной, чтобы мне было не скучно. Не очень люблю готовить в целом, потому что для меня это как-то... Вот на меня это очень давит, за счёт того, что многие мужчины считают, что женское место на кухне, не только из-за этого, но и это тоже влияет на меня. Я поэтому просто ненавижу кухню, саму уборку как-то я вот лучше переношу, но вот именно готовку на кухне я просто не выношу, потому что, когда ты готовишь, у тебя куча посуды, нужно потом её будет перемыть, потом грязные столы, где-то что-то заляпано-наляпано, нужно это всё вымыть сразу же, потому что потом засохнет, и нереально просто это драить. Вот из-за этого я и не люблю, потому что очень много телодвижений, очень много возни. Бывают, конечно, такие моменты, когда у меня есть вдохновение, у меня есть желание, и я делаю это всё беспрекословно, я просто это делаю с каким-то таким настроением, у меня там может быть такое настроение, что я буду просто кушать, готовить и петь при этом, могу танцевать при этом на кухне, и мыть посуду, в общем, бывает такое настроение, но очень мере. Восьмой факт обо мне, это я просто не переношу высоту, я когда нахожусь на какой-то высоте, пусть это будет даже, я не знаю, там 3 метра, 5 метров, у меня сразу подкашиваются ноги, кружится голова, а если сосредоточиться, вот когда ты переходишь какой-либо мост, чтобы дойти до ЖД вокзала, нужно перейти по мосту, у нас в городе тоже есть такое, в моём родном городе тоже есть такой мост, и поэтому я когда всегда хожу по такому мосту, у меня просто вот сразу паника, но я не кричу, я не вижу, как многие это делают, не цепляюсь там за поручни, я просто пытаюсь контролировать себя, я начинаю как-то сосредотачиваться на чём-либо, иду очень аккуратно, не бегу как бешеная, в общем, сама себя, можно сказать, контролирую и настраиваю на позитивный лад, просто контролируйте себя, не накручивайте ещё больше. Девятый факт обо мне, это я от недавнего времени боюсь собак, объясню почему, я в детстве не боялась собак, я очень их любила, у меня у самой было несколько собак, была даже одна очень любимая, с которой я просто выросла, просто обожала собак, особенно немецкие овчарки, для меня это просто моя любовь. До 26 лет я не боялась собак, в 26 получилось так, что я в какой-то из каких-то праздников, не помню, либо день рождения друга, либо день рождения брата моего парня, точно не помню, в общем, мы были в компании, отмечали, и там была собака моего парня, брата, он пришёл с собакой, и я знаю эту собаку, она с нами выросла, на даче очень часто бывала, мы к нему часто в гости приходили, и она даже по запаху знает всех, она реагирует нормально, всё, что-то с ней случилось, что иногда её переклинивало, она начинала кидаться на своих даже хозяев, если вы, к примеру, лежит она в коридоре, вы проходите мимо, либо просто она перегородила путь, вы переступаете, она могла вас просто укусить, либо начинала гавкать и рычать, и это было очень страшно, брат моего парня иногда боялся её, и вот на этой, можно сказать, вечеринке, я её просто погладила, и она меня цапнула за руку, у меня был ещё шерах, здесь остался такой небольшой след, хорошо, что всё быстро зажило, но когда эта собака меня укусила, получается, что рана была глубокая, я, конечно, сразу обработала, благо на вечеринке было чем обработать, после этого, конечно, я очень стала бояться собак, так что, вот такой, в принципе, десятый факт обо мне, это до появления Ютуба в моей жизни, у меня был один единственный крем, которым я пользовалась для всего, для ног, для лица, для рук, иногда даже для тела, это был крем детский, для кого-то, я же говорю, это будет просто, каким-то взрывом мозга, но, да, я пользовалась детским кремом, особенно мне нравился, тип-топ, есть такой крем, детский, он просто, с офигенным запахом, мне это очень нравилось, и, можно купить, также, большую бадью, которой хватит вам, просто, я не знаю, на года два, это точно, но с появлением Ютуба у меня стало, конечно же, всего очень много, отдельных кремов у меня, отдельно для лица, для рук, и всего такого, конечно, Ютуб в этом плане, можно сказать, помогает понять, расставить приоритеты, понять, что тебе нужно, что тебе не нужно, и это клево, так что, вот такой вот еще один факт, ну вот и все, в принципе, я все рассказала о себе, надеюсь, вам понравилось, мое видео, если есть какие-то вопросики, пишите в комментариях, заходите в мою группу ВКонтакте, буду очень рада с вами там пообщаться, оставляйте запросы, если таковые есть, всем спасибо за внимание, всем удачи, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok